здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем цикл наших лекций организованных совместно библейским порталом экзегет и редакции календаря от пасхи до пасхи цикл этих лекций посвящен истории вселенских соборов сегодня мы будем говорить о втором вселенском соборе и так хотя первый вселенский собор и осудил ересь ария анафима ствол самого ария и его единомышленников но тем не менее арианство на этом не закончилась я бы сказал далеко не закончилась потому что хотя арий постыдно закончил свою жизнь но у него осталось достаточно много сторонников даже в среде епископата но и в среде народа в общем то тоже потому что арианство было достаточно популярным популярным потому что она просто так вот логически рационально объясняла очень важные богословские истины которые конечно же не должны быть понятны человеческому уму потому что они богооткровенны а вот арианство весьма доступно излагала эти истины и поэтому конечно же она была очень популярна арианство она неким образом оправдывала но вот такую вот не вполне христианскую жизнь людей как мы знаем догматы они сразу связаны с нравственной жизнью и когда святые отцы говорили что тот кто исповедует неправильную веру тот в общем то и жизнь ведет неправильно это конечно же абсолютно верный тезис действительно арианство как бы спускала на так сказать бога на землю делала бога то есть господа иисуса христа таким же в общем то человеком как и мы с вами и в общем то с такими же последствиями этого мнения то есть между человеком и богом выстраивалась гигантская пропасть и таким образом вот это подлинная благочестивая жизнь подлинная святая жизнь она становилась практически невозможной а если невозможной то собственно и стремится к ней не надо поэтому арианство действительно было широко распространено на протяжении многих десятков лет и никейский собор который был создан в 325 году все-таки не закончил борьбу с этой ересью но правда была еще и другая богословская проблема дело в том что богословская терминология в это время была еще не четко сформулирована и допускалась в богословских текстах смешение терминов ипостась и сущность и эти термины часто даже были взаимозаменяемые и более того даже в тексте самого символа веры было сказано из сущности от сущности отца из сущности отца произошел господь иисус христос и имеется ввиду вторая ипостась пересвятой троица и конечно же вот это это выражение оно могло пониматься по-разному что мы понимаем под словом сущность то что мы сейчас подразумеваем под ипостасью или сущность это собственно природа нечто общее а не частное поэтому тут могли быть разные разные интерпретации разные истолкования забегая вперед скажем именно поэтому это выражение было все-таки исключено уже из окончательной формулировки символа веры которые окончательно уже пришел второй вселенский собор ну и большое подспорье для эритиков были императоры которые некоторые из которых придерживались арианство в частности таковыми были констанции валент которые поддерживали ариан но вот незадолго до второго вселенского собора который был создан в 381 году к власти на востоке пришел прославленный военачальник феодосий он как раз таки в отличие от своего предшественника императора валента от которого много потерпел святитель василий великий не доживший до собора он скончался в триста восьмидесятом году так вот феодосий придерживался на православной веры никейской веры и одержав победу над готами на близ сельмия новый император оказался фессалониках откуда в общем-то руководил военными действиями и здесь император заболел и был крещен епископом асхолием фессалоникийским дело в том что в то время крещение принимали достаточно поздно ну такая практика была распространена и церковью она в общем то не одобрялась и в конечном итоге она была забыта но в четвертом веке все-таки не только императоры но в общем то и обычные люди часто принимали крещение во взрослом возрасте а иногда даже и перед смертью ну связано это было с тем что после крещения конечно же нельзя больше грешить вот и всякий православный христианин должен это понимать об этом в общем то пишет и святой апостол апостол ян богослов который говорит что рожденный от бога не может грешить и вот опасаясь так сказать впасть опять так сказать как свинья валяться опять в грязи или как пес возвращаться так сказать на свою вот как написано у святого апостола петра вот опасаясь этого на люди все-таки стремились откладывать свое крещение ну собственно император константин как мы знаем тоже был крещен перед смертью так вот император однако выздоровел и после выздоровления продолжил царствовать кроме того он настолько вот этим событием утвердился в православной вере что издал эдикт это произошло 27 февраля 380 года согласно которому вообще единственной возможной для права для подданных императора стала никейская вера следуя апостольской святости писал он соответствие с учением апостолов и евангелия мы должны верить в единого бога отца сына и святого духа придерживаясь положения о том что они равны по своему величию а также догмата о святом духе и придерживаться собственно никейской веры ну и императору конечно же на начале пришлось очищать столицу города от ариан потому что она была полностью занята арианами и даже как пишет святитель григорий богослов когда император выбрал его в качестве предстоятеля коснопольской церкви то ему необходимо было занимать свою кафедру при помощи войска то есть настолько вот ариане были в силе и они конечно же не гнушались на действовать силовыми методами в общем-то вплоть до убийства даже православных христиан поэтому стителю григорию необходимо была защита от императорских воинов и так император феодосий созывает собор и конечно же основным поводом для созыва этого собора был вопрос об окончательном так сказать осуждении арианство потому что к этому времени оно все таки еще не было совершенно так сказать осуждено вот арианство разделялись на разные толки были так называемые омауси они то есть по подоба сущники в общем-то одна йота только меняется омеусиус единосущий и омаусиус подоба сущие то есть единосущие это одна сущность на всех трех лиц пресвятой троицы то есть для всех трех лиц пресвятой троицы существует только одна сущность а подобная сущность это значит у трех лиц пресвятой троицы сущности подобны друг другу подобны во всем но не едины и вот подобные сущники конечно, тоже были арианами, но такими вот мягкими арианами. И, соответственно, также Ария учила о том, что и Святой Дух тоже тварь. И вот об этом тоже, конечно же, необходимо было сделать четкое суждение, вот осудить духоборцев, то есть тех, кто Святого Духа, Третий ипостаз, Престой Троица, не считал за истинного Бога. Таких, в общем-то, еретиков тоже было достаточно. Император Феодосий созвал собор, впрочем, только в восточной части империи. Ну, аргументировалось это тем, что на Западе все-таки православная вера с его точки зрения сохраняется, и вот западная церковь придерживается никейской веры. Что касается представительства на Втором Вселенском соборе. Нельзя сказать, чтобы на этом соборе было много епископов, но, тем не менее, архиереи, которые присутствовали там, были достаточно известны, по крайней мере, некоторые из них. Это святитель Григорий Богослов, святитель Григорий Низский, брат святителя Василия Великого, святитель Милетий Антиохийский, ну и другие отцы. Первенствующим на этом соборе стал святитель Милетий Антиохийский. Вот не святитель Григорий Богослов, надо сказать. Почему? Дело в том, что он был старейшим по Хератонии из приезжих на собор епископов. Но была и другая причина. Император Феодосий особым образом его почитал. Связано это было с особым видением. Император Феодосий, когда еще не был императором, видел во сне епископа некоего, который давал ему знаки императорской власти, мантию и корону. И вот, когда собрались архиереи на собор, Феодосий узнал в этом епископе, святителя Милетия. И, конечно же, очень сильно обрадовался, что вот такое случилось с ним удивительное чудо. И, конечно же, святитель Милетий стал первенствующим на соборе, в том числе и по желанию самого императора. Но, правда, святитель Милетий был уже в преклонных летах, и во время работы собора он почил, и, соответственно, его место занял святитель Григорий Богослов. Но, как мы увидим позже, святитель Григорий Богослов тоже не до конца был первенствующим на соборе. Итак, главным деянием собора стало принятие окончательного текста символа веры. И здесь, конечно, мы должны вспомнить символ веры, который был принят на Первом Вселенском соборе, ну, хотя бы по той причине, что этот символ веры не так хорошо и широко известен, чем тот символ веры, который мы поем за божественной литургией. Звучит он следующим образом. «Веруем во единого Бога Отца Вседержителя, Творца видимого всего и невидимого». Ну, здесь очень похоже, да? «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца Рожденного». И дальше прибавление, то есть из сущностей Отца. Далее следует «Бога от Бога», «Света от Света», «Бога Истина от Бога Истина». Видите, тут некая тавтология даже, по сути. «Бога от Бога», а дальше «Бога Истина от Бога Истинного». «Рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же и вся Быша». Дальше там прибавление, как на небе, так и на земле. Это, в общем-то, достаточно похоже все равно с настоящим символом веры. который мы сейчас имеем. Далее «Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося его человечество». Здесь не сказано. Не сказано о том, что он воплотился от преснодевы Марии. И страдавшая, и погребенная. Здесь, опять же, не сказано при понтистем Пилате. То есть это опущено, это было добавлено уже потом. Ну, а дальше, в общем-то, все похоже и заканчивается и в Святого Духа. То есть Отцы Собора достаточно серьезно отредактировали, отредактировали символ веры и добавили туда, в общем-то, целый член про Святого Духа, добавили член про Церковь, добавили про рождение от Престой Богородицы, распятие при понтистем Пилате. И, конечно, это было очень важно. Но была исключена фраза от рождения из сущности Отца. По той причине, как я уже говорил, что эта фраза была все-таки несовершенная и предполагала такая многозначность термина «сущность». А Святые Каппадокийцы, они четко разделили понятие сущности как общего и понятие ипостаси как частное. Вообще, ипостась – это есть природа с характерными особенностями по определению преподобного Иоанна Дамаскина. Итак, пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «Природа, согласно Святым Отцам, есть общий и неопределенный, то есть наиболее видовый вид, как человек, конь, бык. А ипостась – это частность, существующая сама по себе, как Петр, Павел и Иоанн. Ибо природа есть общность, охватывающая и включающая многих. Ведь каждый вид есть природа. И прежде всего, хотя она и сверхсущностная, блаженная природа божества, ибо она одна и общая, охватывающая три безграничных ипостаси – Отца, Сына и Святого Духа, подобна и ангельская природа, и человеческая, и всякий вид животных, и растений, или даже неодушевленных предметов. Следует же знать, что согласно Святым Отцам природа, сущность и облик суть одной и той же. А вот что такое ипостась? А ипостась, пишет преподобный Яндамаскин, есть некая сущность вместе с превходящими свойствами. То есть, как я уже говорил, есть природа с характерными особенностями. Действительно и на деле, получившее в удел самостоятельное существование отдельно и обособлено от прочих ипостасей, нечто сообщающееся с неделимыми существами того же вида по определению природы, но имеющее различия с подобными себе по виду и природе в некоторых превходящих и отличительных особенностях. Ибо Петр, да и всякий человек, есть сущность, ведь он человек, но вместе с превходящими, ведь он или высокий, или низкорослый, или курносый, или крючконосый. И это превходящие признаки. И каждый имеет существование сам по себе. То есть, заметьте, преподобный Яндамаскин в качестве этих отличительных особенностях указывать индивидуальные признаки, не так называемые личностные признаки, ну, согласно современным теориям, а именно индивидуальные признаки, там, характер носа, например. И проще сказать, природа есть общая, как, например, человечество, ведь и Петр, и человек, и Павел, и прочий каждый из них человек, а ипостась частная, такой-то и такой-то. Петр есть ипостась, и Павел, иная ипостась. Но не есть Петр одна природа, и Павел другая природа. Но Петр есть ипостась, имея совершенную природу человечества, потому он и есть совершенный человек. Итак, и это очень важно, преподобный Яндамаскин утверждает, что природа есть общая, а ипостась есть частная. И ипостась есть природа, но с характерными, отличительными особенностями. Но у Лис Пресвятой Троицы такое свойство между собой, когда они отличаются, личные свойства, которые характерны только для отдельной личности. Одно. У Отца нерожденность, у Сына рожденность прежде всех век, у Святого Духа исхождение тоже прежде всех век. И вот этим одним ипостасным свойством, или личным свойством, они отличаются друг от друга. Ну и, конечно же, как писал преподобный Иоанн Дамаскин, Господь Иисус Христос, Он вочеловечился, и, конечно же, Он тоже отличается и от Престой Богородицы, и от нас с вами, потому что вот эта ипостась, конечно же, ипостась слова, да, она просто имеет еще другие, так сказать, свойства, которые отличают и от нас с вами. Эту единственную ипостась Господа Иисуса Христа. Ну, почему я на этом немножечко остановился поподробнее, да, потому что есть такое учение, персонализм, да, оно связано с психологией вот современной, немножечко даже с Фрейдом связано, вот, то есть вот я-не-я, там, да, вот эти психологические такие вот свойства, которыми она оперирует. И вот эти, ну, такие современные, можно сказать, термины философские и из психологии и даже психиатрии, вот они, к сожалению, сейчас часто интерпретируются на лист Пресвятой Троицы. Ну, просто, опять же, как вот Арий в свое время понятно и просто пытался объяснить Пресвятую Троицу, теперь вот понятно и просто с помощью Фрейда, да, пытаются объяснить вот учение об ипостасе, отдельных ипостасях Пресвятой Троица. И, конечно, в данном случае появляются уже не личные свойства, а личностные свойства. Ну, например, творчество, да, это уже некое такое личностное свойство, характерное всем личностям. Но святые отцы не знали никаких личностных свойств, они знали только личных свойств. Одно личное свойство или несколько личных свойств характерны только для одной личности, больше никого, они уникальны совершенно. И, конечно, это учение святых каппадокийцев о различении ипостаси и природы для нас, безусловно, имеет огромное значение, потому что благодаря этому учению терминология уже четко была сформулирована. Надо сказать, что до нашего времени должно быть очень мало источников, связанных со Вторым Вселенским Собором, даже меньше, чем с Первым Вселенским Собором. И сохранились, в общем-то, только послания Собора императору Феодосию Великому, ну, понятно, символ веры, конечно же, естественно, правила, канонические правила Второго Вселенского Собора, списки участников, ну, а никаких записей соборных заседаний совершенно не сохранились. Ну, да, история созыва Собора описана рядом церковных историков, опять же, Сократом с Холастиком, со Заменом, блаженным Феодоритом Кирским. И, пожалуй, одним из важных источников по истории Второго Собора является сочинение, автобиографическое сочинение святителя Григория Богослова, который как раз-таки был первенствующим членом Собора. И вот в этих своих замечательных сочинениях поэтических он излагает историю созыва Собора. К нам съехались для утверждения кафедры, пишет святитель Григорий. Всего Востока пастыри церковные, из самых удаленных мест, и только лишь Египта предстоятели не прибыли. Возглавил муж их самый добродетельный, чей скромный взор любую держать сдерживал, бесхитростный и духом преисполненный, а нравом твердый, словом Нива Божия. Кто ж не узнает в этом описании антиохийской церкви предстоятеля? Душа в нем соответствовала имени, он был Медовым назван, но и был таким, Милети, да, от слова Медовый. Не миновав вполне руки Лукаова, немало снес он ради Духа Божия, смывая грех свой подвигами славными, и тем уже, хоть плакал я и сетовал, престол за мной оставили. Ну, здесь святитель пишет о том, что Милетий не миновал, так сказать, вполне руки Лукаова. Что здесь, собственно, имеется в виду? Дело в том, что вторым, ну, не то что причиной собора, да, но одним из поводов, в общем-то, созыва собора была так называемая антиохийская проблема, антиохийский вопрос, связанный с замещением антиохийской кафедры. Дело в том, что Милетий антиохийский, святитель Милетий, был поставлен на эту кафедру Арианином, Констанцией, императором Арианином. И поставлен он был, ну, в общем-то, конечно же, с целью утверждения Арианства. Надо сказать, что замысел не оправдался, то есть святитель Милетий, он в конечном итоге стал строго православным. Но, тем не менее, вот это его поставление от императора Арианина, которое, конечно, было не просто так, безусловно, вот, ну, на него определенное подозрение со стороны православных, никейцев, да, вот кинуло это подозрение, вот тень это подозрение, да, пало на него. И христиане разделились. Антиохия, некоторые, ну, довольно значительная часть, они окормляемые были другим епископом, епископа-павлином, которого поддерживал римский папа и вообще западная церковь, и считала именно его православным епископом. А Милетия, ну, в общем-то, как-то православным, ну, особо и не считала. То есть у них были подозрения по поводу Милетия, насколько он православный у западных епископов, прежде всего, у римского папы. И таким образом, таким образом, в Антиохии оказалось две православные общины, одну из которых возглавлял святитель Милетия, а другую епископ Павлин. Этот вопрос был вынесен на Вселенский собор. И вот святитель Григорий, он все-таки, хотя и был очень расположен к Милетию, но, тем не менее, все-таки предложил считать епископа Павлина законным епископом Антиохии после кончины Милетия. Почему? Ну, ради мира церковного, ради мира церковного. Но на соборе все складывалось очень бурно. И вот в своих стихотворениях, кстати, Григорий описывает, вот, там они, конечно, очень пространны, вот, их можно найти и почитать, советую это сделать, вот, какие-то волны, так сказать, там, вот, такие были расприи, такие были вот дискуссии очень горячие, очень активные между отцами собора. Вот эта буря воздымалась таким вот образом, что святитель Григорий был вынужден уступить. И причем уступить не только в вопросе с замещением Антиохийской кафедры, потому что отцы собора многие все-таки выступали за то, чтобы преемником Милетия стал пресвитер Флавиан, его, ну, вот, пресвитер из его общины. Вот, собственно, так и произошло потом. Но и даже на самого Григория возникли, так сказать, недовольства. И недовольства эти были, ну, связаны не только с его вот такой вот примирительной позицией, да, но и как предлог выступало то, что святитель Григорий до того, как он стал константинопольским предстоятелем, он занимал такую незначительную кафедру, на которую поставил его, собственно, Василий Великий, его друг, для того, чтобы побольше было православных архиереев в вот эти арианские времена гонений. И получается, что святитель Григорий перешел с одной кафедры на кафедру, а в древности был канон, который, в общем-то, это запрещал. Но святитель Григорий говорил, что этот канон уже устарел, что сейчас уже, в общем, другие времена, и, в принципе, его совершенно необязательно уже сейчас придерживаться. Вот некоторые считают, что как-то вот надо нам как-то буквально канонам следовать. Вот если там написано, что нельзя перемещать епископа, значит, всякое перемещение епископа, это там антиканонично. Конечно, нет, это не антиканонично, потому что, действительно, со временем, в эпоху Вселенских соборов, каноны все-таки менялись. И некоторые, по крайней мере, вот такие вот административного характера. И, например, был канон о том, что надо созывать собор, митрополитический собор по местной церкви два раза в год. А потом святые отцы изменили его и написали, что нет, надо один раз в год собирать. Поэтому здесь ничего, в общем-то, страшного нет. И, конечно же, святитель Григорий недоумевал, что вот его хотят сместить, так сказать, с кафедры, и, по его мнению, совершенно это было незаконно. Но, тем не менее, он провозгласил, что я, как Иона, вот из известной книги ветхозаветной, вот, не буду предметов спора, бросьте меня в море, вот, то есть я уйду, вот. И, соответственно, так и сделал, что он, несмотря на желание и императора, и некоторых его друзей, чтобы он все-таки остался на кафедре, все-таки святитель Григорий сказал, что я пожертвую собой для спасения нашего судна, вот, решил оставить Константинопольскую кафедру, и был избран мирянин, мирянин, опять же, сановник императора, вот, Нектарий, вот, который стал Константинопольским предстоятельным, и при нем как раз собор и завершил свою работу, он стал вместо святителя Григория первенствующим членом собора. Вот, мы видим, что вот эта практика, когда миряне, сановники становились патриархами, а эта практика была уже широко распространена в эпоху борьбы с иконоборчеством, мы увидим, что на Седьмом Вселенском соборе как раз первенствующий предстоятель, Константинопольский патриарх, вот, он тоже был избран из сановников, из мирян. Вот, эта практика все-таки имела достаточно древнюю даже традицию. Вот, ну и собор обратился, осудив тескатерианство, издав символы веры, осудив духовоборчество, осудив вообще все ереси антитринитарные, вот, он обратился к императору Феодосию с такими словами, что мы благодарим Бога, которое знаменовало твое благочестивое царство необщим миром церкви, утверждением истинной веры. И воздавая Богу должное благодарение, нужным считаем донести твоему благочестию о том, что происходило на Святом соборе. Собравшись по твоему распоряжению в Константинополь, мы, во-первых, возобновили взаимное согласие между собою, потом изрекли краткие определения, в которых утвердили веру отцов, собравшихся в Никее, то есть Никейское исповедание, осудили возникшие против нее ереси и постановили точные правила о благоустройстве церквей. Все это мы прилагаем к настоящему посланию. «Просим твоего благочестия утвердить постановление собора, дабы, как ты почтил церковь своим посланием, которым созвал нас, также своим утверждением положило конец нашим совещаниям». Император утвердил это, о чем я скажу чуть позже, а теперь два слова скажу о тех правилах, которые были утверждены Вторым собором, канонических правилах, и в частности о правиле, посвященном Константинополю. В этом правиле был определен статус этого города, и епископ Константинополь этим правилом был объявлен вторым по чести после епископа Рима. Мы знаем, что первенствующим епископом на соборе после кончины Милетия стал как раз предстоятель Константинопольской кафедры, тогда статистик Григорий, ну и после того, как он ушел, его преемник. Поэтому, в общем-то, это первенство Константинополя после римского папы, оно, в принципе, было достаточно органично. Ну и было сказано, в общем-то, почему это так, ну потому что, в общем-то, сам город является царствующим и, в принципе, вторым Римом. Ну и вот все эти правила, которые, впрочем, вызвали определенное недовольство как раз-таки римского папы. Ну, вы скажете, в чем он был недоволен, но дело в том, что римский папа, он уже тогда считал, что его первенство основано не на политических причинах, а на причинах другого характера, то, что он имеет первенство благодаря первенству святого апостола Петра. И вот уже в этом правиле это было поставлено под серьезное сомнение. То есть, да, первенствует, но все-таки далеко не только потому, что это кафедра апостольская, потому что есть достаточно много апостольских кафедр, не только римская, которая была основана апостолами, естественно, конечно же, иерусалимская, александрийская и так далее. Но политическое преимущество Рима все-таки уставляет его в это первенство, а отнюдь не то, что апостол Петр был первым среди апостолов. Ну и, наконец, как я уже сказал, император утвердил в особом эдикте от 30 июля 381 года все то, что принял собор, и прежде всего символ веры, и вот этот орос собора, его вероучительный догмат. И постановил передать немедленно все церкви епископам, исповедующим одно величие, силу Отца и Сына Святого Духа, одну славу и честь, состоящим в общении с Нектарием, констанопольским предстоятелем, в Египте с Тимофеем Александрийским, на Востоке с Пелагеем Ледикийским и Деодором Тарсийским, и в Осийском Диотезе с Эмфилохием Иконийским и Аптимом, епископом Антиохии Писидийском. Ну, здесь перечисляются имена виднейших деятелей Второго Вселенского Собора. В Диоцезе Понта с Эладием Каппадокийским, Атрием Мелитинским и Григорием Низким. Вот здесь упоминается имя святителя Григория Низкого, который, как я сказал, был деятельным участником Вселенского Собора. И надо сказать, есть мнение, что именно святителю Григорию Низкому принадлежит вот эта часть символа веры о Духе Святом, что именно он является автором этого члена символа веры, который потом был принят всей полнотой Вселенской Церкви. Ну и далее, наконец, этот указ заключает в себе то, что всех, кто не вступит в общение с насанными епископами, как явных еретиков, изгонять из церквей. То есть, вот мы видим здесь очень важный такой фактор, да, общение. То есть, тот, кто имеет общение, евхаристическое общение с православными епископами, да, с епископами, чье православие засвидетельствовано Вселенским Собором, тот православный. А тот, кто такое общение не имеет, тот, соответственно, еретик. Ну вот, такое важное, важное такое свидетельство вот из Древней Церкви, как определять православное, так сказать, кто-то или нет. Вот. Ну, дорогие друзья, на этом наше повествование о Втором Вселенском Соборе и вообще об эпохе тринитарных споров, эпохе бурной, эпохе, так сказать, сложной. Вот, мы заканчиваем. Ну, а далее нам предстоит разобраться с тоже не менее важной эпохой уже христологических споров, когда уже ипоста, личность Господа Иисуса Христа подвергалась различным пререканиям и сомнениям, то есть является ли он истинным Богом, является ли он истинным человеком, вот, вот эти вопросы, они уже стали важнейшими и ключевыми для последующих Вселенских Соборов, о которых мы поговорим в следующий раз. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok